итак привет друзья мои сегодня вторник и сегодня у нас выпуск новый выпуск я все-таки решился записать это видео почему потому что вы знаете что кто смотрит мой канал я благодарен вам кто подписывается следит за моим творчеством фотографическим я все-таки пришел к новому году наступающему новому году праздником которые вы наверняка все будет отмечать то есть идика с друзьями ну и фавелыч тоже вместе с вами в общем я решил систематизировать мои знания обширные которые накопились за те 40 лет которые я занимаюсь фотографии учитывая тех людей которые я встречал на пути ну и блогеров всего остального в том числе youtube и решил все-таки что пора 21 год 20 высоко с не заканчивается а 20 21 год мы начнем вместе с вами надеюсь что вместе я решил создать некая некую школу я долго думал как назвать это все но все-таки решил поскольку я русский человек решил что нужно использовать русские слова и соответственно это будет школа фотографии или фотография школы фавионыча можно так сказать ф ф ш ф в общем ф ш ф две русские буквы которые насколько я помню ну в греческом может быть встречается кто знает подскажите но ф всем иностранцам нравится ш тоже необычная буква ну и в общем видите я сегодня даже приоделся у нас сегодня меня сегодня регула king в 2009 году опять я стал увлекаться пленочной фотографии вновь вновь после перерыва ну не буду вас отвлекать вкратце расскажу что это такое концепция школы включает себя некое сообщество некая любителей фотографий и профессионалов и любителей и те кто интересуется этим видом искусства как я считаю и поскольку у всех разный уровень и разные отношения к этой фотографии уровень тут не неприемлемо нам скорее все таки разный интерес и среди с этим я решил все таки не делать школу в рамках какого-то там постепенного восхождения к олимпу да как многие делают современные обучающие программе а поскольку я имел опыт обучения людей достаточно большое количество людей когда работал руководителем магазина поэтому понимаю как обучать как бы мой стиль обучением немножко другой но здесь можно сравнить про лучника до который имеет лук когда он первый раз берет ну или например люди которые никогда не стреляли из лука ну заработали играли в каких-то игрушках компьютерных но когда они первый раз берут им дают лук стрелу ну и как правило все бьют себя тетевой под пары по этой части так вот чтобы не бить себя тетевой по части и чтобы стрела попадала в цель то как раз вот школа для этого не то чтобы избежать ошибок нет на ошибках конечно учатся непосредственно и первым шагом наверное могу сказать так что это не правило фотографии это путь это не правило поэтому конечно есть существует правило фотографии но все-таки я решил пойти другим путем несмотря на то что я разбил это на 9 так называемых условных знаков да вы знаете мы знаковой системе ведем и можно сказать 9 шагов то есть девять шагов изначально было название 9 шагов фотографии но я решил все таки фото фото школа фавианыча школа не в том плане что кого-то учить чему-то да а просто научиться поскольку мы всю жизнь учимся и человек живет человек развивается человек когда учится каждое мгновение он чувствует себя живым и чувствует себя молодым собственно говоря я таким себя чувствую так вот постановка цели набраться опыта ухватить нить фотографии вот моя цель была да то есть пройти этот путь пусть небольшой там пусть несколько минут с фавианычем пусть несколько часов кто смотрит мои видео кому оффлайн как бы школа непозволительно или например он читает что все можно научиться онлайн напишите кстати в комментариях что вы думаете по поводу этих онлайн школ так называемых на свою жизнь я встречал множество людей которые были фотографами есть фотографы и все по-разному себя вели и кто-то кто-то скрывал свои знания кто-то наоборот как бы считал что нужно действовать по каким-то писаным законам которые расписаны во всех книжках учебниках по фотографии их огромное количество а кто-то наоборот один из первых мне повезло что у меня попались учителя которые не учили меня как снимать а пытались показать и открыть мне дорогу и ни в коем случае никак не ограничили мои возможности когда я шел по пути фотографии то есть они просто говорит что куда съездить с кем пообщаться какие места посетить кто-то просто смотрел на мои работы и даже не оценивая просто как бы ну говорят что здесь плохо здесь там здесь у тебя не хватает или там что-то неправильно ну я тоже считаю что это неверно почему потому что пусть это достаточно длинный и те ступени те девять шагов которые я обозначил час я и зачитаю чуть чуть позже они как бы признаны не тому чтобы выучить вас да как вы например если пытаетесь учиться в издании автомобиля вам нужно пройти теорию вам нужно потом сдать практику а потом когда вы выезжаете на дорогу вы понимаете что все можно забыть потому что там законы другие грубо говоря ну во всяком случае так было когда я учился в 90-х годах но тем не менее умение водить автомобиль и почувствовать его и стать уже автомобиль достать частью станут стачивать превратиться в настоящего водителя который на автомате на автомате все делает и сроднился уже сросся уже с машиной это приходит с годами с опытом с тренировками также фотографии один из фотографов великих сказал что больше фотографируйте да чем больше вы фотографируете тем больше у вас но это не значит что надо прийти просто там несколько тысяч кадров каждый раз делать от этого толку никакого не будет но набраться опыта попасть какие-то ситуации до увидеть где интересно где нет и найти вот уметь почувствовать реакцию людей увидеть обратную связь что действительно это искусство что это фотография потому что ну вы знаете что вам объяснять и множество людей которые я встречал они являлись мастерами в разных отраслях нашей жизни да при этом они могли считаться обществом как какие-то изгои да можно сказать потому что они не приспособлены каким-то условиям но в своем деле в котором они посвятили всю жизнь да и многие из них ушли уже из жизни они могли заранить зерно какой-то истины и открыть секреты вот этого ремесла не не специально да они как бы своими действиями своим своим талантом они позволяли увидеть тот свет который вот ради которого все эти искусства делаются я вспоминаю тут коридорный эффект анатолия который занимался конструированием ламповой техники да ну один из самых великих создателей для меня или например последнюю фразу вот последний видео с модель с павлом мартом когда мы ходили с ним в такой пасмурный день и у меня к сожалению микрофон тогда выключился когда он это говорил к его спрашивал что мы здесь делаем вообще штока вообще в чем смысл он будет красиво красиво действительно вот красиво да то есть почему вот как бы мы так снимаем почему именно так потому что красиво вот можно так ну и конечно же без фанатизма относиться к технике к техническим характеристикам как говорил мой знакомый хороший без фанатизму так что вот хотя на заре фотографии я помню эта фраза до сих пор эта поговорка она актуальна до сих пор если у тебя есть друг у которого много времени много денег подари ему фотоаппарат у него не будет ни того ни другого это в некотором смысле правда потому что это настолько захватывает также как захватывает музыка также как захватывает спорт многие виды да ну там чего угодно да в общем вы понимаете что это это увлечение поэтому есть такой термин хобби до английский какой-то но русское увлечение да и мастерство увлечение ну в общем все они друг другом связан почему все таки фотографии да почему нет ни какая-то другая тема ну вы знаете что я некоторое время назад три года назад расстался с работой официальной до стандартный который занимался всю жизнь несмотря на это я занимаюсь этим делом это стереосистема это аудио аудиотехника кинотеатральная система и стал заниматься сам вернулся как бы к своим основам вернуться к тому что чему душа лежала все время фотографии которые я всю жизнь занимался каждый год так вот я хочу привести вам слова великого исследователя системы восприятия вальтера бенджамина когда он переходил границу не можно переходить границы и его выдали уже в германии практически он понимал что идет на смерть и он покончил жизнь самоубийством он говорил что в будущем в будущем который уже кстати наступила безграмотным будет считаться тот не тот кто не знает алфавит а тот кто не владеет искусством фотографии вот его слова ну а теперь перейдем к тому что я что я систематизировал и как я себе это вижу я хотел бы конечно чтобы в завтрашней трансляции которая среда по средам вы написали в комментариях ну или в живом общении спросили меня или подкорректировали мои вот эти системные разработки доработки да по моей школе вот видите на бумаге все записываю как меня учили школа фотографии фавионыча 9 шагов ну вертикально если все это все эти шаги состроить то получится слово интересно вот ключ как бы моей школы и чем она отличается других это интересно то есть вопрос будет ли это интересно вот для этого эти шаги сделаны и первым шагом будет здесь интересная игра я назвал это так почему потому что дети как вот меня когда я увидел фото парад начал его разбирать мне было интересно его разобрать кто-то когда я встречаю на улице или там где-то в лесу на локациях людей там детей взрослых пожилых они сами подходят да кому интересно те кому я подходил и что-то спрашивал если мне интересно они даже не разговаривали об этом поэтому когда говорят о каких-то подписчиках которых у меня к сожалению мало но они все мои и все мои при преданные грубо говоря моему делу поэтому лучше 100 преданных чем 10 миллионов непонятно каких поэтому первый шаг я выделил интересная игра и здесь сразу забегая вперед скажу что все эти 99 ступеней они ни в коем случае не говорят что вы находитесь на какой-то третьей ступени или на 9 или на 7 на 6 нет здесь совсем концепция другая то есть я выделил вот эти так называемые созвездия которые имеют определенные наборы свойств на наборы каких-то талантов и наборы каких-то знаний и мыслей можно так сказать и это ни в коем случае не последовательная схема то есть не думайте что это как кинолента до что пройдя первый можно на 2 на 3 на 4 она работает таким образом да несомненно но поскольку люди все разные и все с разным восприятием я об этом всегда подчеркиваю своих видео то нужно думать как раз о том что кому то будет интересен определенный пункт не потому что они прошли там предыдущие четыре а потому что этот пункт на данный момент времени им интересен в общем вы поняли да точно также в моей истории фотографий и меня не интересовали какие-то композиционные основы когда я начинал фотографировать потому что я чувствовал и своим естеством вот это вот это понимание у меня было уже мне не нужно было это объяснять потом позже конечно я узнал что это все в теории выложено да и уже в старших классах я смотрел журналов которые можно было достать фотографии да и смотрел какие-то книги читал да также как рецептура фоторастворов да для меня была уже там шестом классе вся изучена и все эти химические вещества до того как была уже химия органическая я уже это все руками составлял понимаете в чем дело то есть мне не требовалось знания для того чтобы составлять эти раствор мне не требовалось знание которое получил только через два года в какой-то в старшей школе да поэтому переходим первое интересная игра это тест некий тест некий квест некий некое общение с человеком чтобы понять насколько интересно да второе я выделю это ну понимаете да интерес вторая буква н это начало так называемый хочу попробовать его назвал почему их можно конечно вместе объединить но я их разделил почему потому что одно дело интересная игра или нет а другое дело когда вы хотите уже тестировать когда вы хотите попробовать скажем так вот эту науку фотографии и понять для себя интересно вам будет опять таки или нет размылил в воду как говорится то что мы делаем разум разумалил вот вот так я сделал это таким образом напишите в комментариях что вы по этому поводу думаете можно конечно это переделать но концепция она я всегда как тесла концепцию кручу внутри себя да а потом у меня рождается когда цельная да я уже просыпаюсь и вижу что вот она на целиком и вот сегодняшний такой день третье это теория основы восприятия здесь я заметьте я не стал идти по пути там рассказывать что такой выдержка диафрагма там линзы как работает пленка или матрица то есть мне было важно как раз чтобы вы были фотографом чтобы те фотографы и люди которым интересно интересно фотографии она они не погружались в эту может быть для них скучную тему основы восприятия теория основа восприятия как раз в практике не в том смысле что я буду рассказывать вам лекцию про теорию восприятия да хотя я писал диплом по этой теме по системам подобия но я вам могу так сказать если вы смотрите мои видео кто смотрит знает а кто не смотрит посмотрите обязательно это в принципе ключ к любому виду искусства к любому виду деятельности к любой науке это теорий как раз восприятия человека и здесь можно говорить про множество книг религиозных теологических научных всяких разных да но теории основы восприятия да на практике их нужно почувствовать у меня есть все для того чтобы показать на практике что такое теория основы восприятия когда вы делаете фотографию и когда вы получаете фотографии четвертый термин это инструменты это обширнейшая тема которая вот как раз включает все большинство школ как раз занимается только этим пунктом она рассказывает про технику которая позволяет создавать фотографии технические устройства которые позволяют как они работают какие у них свойства ну не будем на них останавливаться вы все знаете я надеюсь 5 5 это ракурс и геометрия почему я их объединил почему я геометрию геометрию изображения из вместе с радость ну потому что это и собственного единое целое также как и наблюдатель до наблюдаем и так и ракурс и геометрия в зависимости от ракурса меняется геометрия не буду сейчас подробно об этом рассказывать но вот такой 6 это естество и красота и здесь тема касается и музеев и искусств изобразительного и архитектуры и произведений других видов искусств но вот естество и красота это отдельная отдельная даже не наука это обширная область знания обширная область человеческой души человеческого восприятия поэтому естество и красота фотографии есть седьмое это уже секреты фотографии я не буду сейчас подробно рассказывать каких множество секретов есть благодаря которым фотографы выделяется среди других фотографов благодаря которым он достигает узнаваемости успеха всего остального и удовольствия внутри в том числе 8 техники обработки техники обработки и здесь не только техники обработки которые применяются в пленочной фотографии если вы смотрите мои видео и те техники которые обрабатываются цифровая фотография в различных программах но эти техники которые позволяют вам изменить фотографию или выделить из нее какую-то суть какой-то вот посыл какое-то ваше мироощущение то есть это именно техника обработки она имеет отношение не к технике съемки именно пост пост обработки ну и девятое это начало узнавания ими я так это назвал ну вы знаете что 2 было тоже началом там было начало хочу попробовать а здесь уже начало узнавания и эта тема связана с социальными сетями с выставками с продвижением среди знакомых с среди друзей сообщества фотографии и как раз она будет очень многим интересно поскольку большинство людей которые снимали фотографии в восьмидесятых девяностых нулевых которые уже все это умеют но о них никто не знает здесь несмотря на то что я небольшой знаток в этом но за те три года которые я усиленно работал в соцсетях я скопил достаточно большой опыт как это все ускорить и как говорил наш при первом президент да углубить да и расширить углубить и расширить в общем все про продвижение ну и ну любой там а последнее в слове интересно это о главном здесь тема на самом деле связана с человеком с его миропониманием что для нас главное что не главное это уже не 10 это уже просто просто интересно и про все жду вас завтра на эфире не буду вас отвлекать от работы увидимся свое ночью все будет хорошо у нас еще целый месяц чтобы поучаствовать в этой школе до 31 числа до 30 числа все встречи которые будут санкт-петербурге все будут абсолютно бесплатные и кто изъявит желание я собираю группу в зависимости от того сколько людей будет уже решим место время ну и обстоятельства все это будет санкт-петербург увидимся пишите в комментариях то соберется до встречи